Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева Черкесия. События среды в репортажах наших респондентов. Главные новости. Их служба и опасна и трудна. И на первый взгляд, как будто не видна свой профессиональный праздник, сегодня отмечают сотрудники органов внутренних дел России. Мое личное глубокое убеждение, что вакцинироваться надо. Врачи убедительно призывают население спасти себя и своих близких. Пока это только вакцинация. Ни на минуту, даже в период пандемии, не прекращают свою работу сотрудники Почты России. Сегодня в отделении можно получить спектр необходимых услуг и даже приобрести продукты. Как воспитан человек? Уважением к родине. Об особенностях работы в полиции рассказали ветераны студентам Международного колледжа «Полиглот». Сегодня день сотрудника органов внутренних дел. Уважаемых сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником поздравляет глава республики Рашид Тимреза. Сегодня мы чествуем мужественных, отважных и сильных духом людей, выполняющих ответственную задачу охранять закон и порядок. От вашего профессионализма и добросовестности зависит благополучие всей страны и каждого гражданина. Сотрудники всех подразделений Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесии достойно справляются со служебными задачами в тесном взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, взаимодействующими правоохранительными структурами. Вы остаетесь верны служебному долгу, присяге, достигаете успехов. Сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции провел торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Обращаясь к руководителям территориальных органов и Центрального аппарата Министерства, Владимир Колокольцев подчеркнул, для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка. Глава МВД России поздравил коллегу достойных государственных наград и ведомственных знак отличия. В свою очередь министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Олег Мальцев также поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником. Он выразил признательность ветеранам за преданность профессии, помощь в воспитании молодых специалистов и поблагодарил личный состав за добросовестную службу. На торжественном собрании министра внутренних дел республики наградили наградным знаком почетный сотрудник МВД. Сегодня личный состав ведомства ведет непремеренную борьбу с преступностью состоит на защите национальных интересов государства, оберегая покой и безопасность граждан. Несмотря на стабильность и спокойствие в республике, не стоит забывать о гарантии личной безопасности. Вчеравшее трагическое событие – это подтверждение. Нельзя ни на минуту оставлять бедительность при исполнении служебных обязанностей. Мы отдаем дань глубокого уважения, стойкости и героизму наших лучших товарищей, проявляя силу воли и несогрушимость духа, а не счесть и выполненный свой служебный долг. Следственным отделом Покращаевского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Покращаева-Черкесии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, накануне местные жители, находясь на обочине автомобильной дороги в Карачаевске, препятствуя законной деятельности сотрудников муниципального отдела МВД России «Карачаевский», умышленно произвел не менее шести выстрелов из имеющегося у него гладкосквольного охотничьего ружья в двоих оперуполномоченных, один из которых от полученных ранений скончался на месте происшествия. Напомним, им оказался оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев. Несмотря на совершение мужчины активных действий, направленных на причинение смерти второму сотруднику, он не смог довести до конца свой преступный умысел, поскольку был ликвидирован ответным огнем, а также в связи с тем, что потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь. В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела передано в отдел по расследованию особо важных дел, создана следственная группа из наиболее опытных следователей и криминалистов. Проведен осмотр места происшествия, изъяты следы преступления, допрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимреза выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Марии Датьевой, которая ушла на 96-м году жизни. Мария Васильевна была уникальным человеком. В ней умещалось огромное мужество, бесстрашие. Она несла свет и добро. Помимо совершенных подвигов в годы войны, она сумела вместе с мужем воспитать пятерых замечательных детей. Работала военруком, отметил глава. Во времена Великой Отечественной уроженка Коста-Хитогорова попала в зенитные части, затем в отдельный батальон воздушной связи сбила 13 самолетов. За заслуги Мария Датьева была награждена Орденом Отечественной войны второй степени и множеством медалей, среди которых медаль Жукова. Такой удивительной была Мария Васильевна. Такой же она и останется в сердцах жителей Карачаева-Черкесии, говорится в соболезнованиях главы региона. Продолжается вакцинация против коронавируса. Медики напоминают, чтобы обезопасить себя и своих близких, нужно прививаться. Исполняющий обязанности главного врача Фатима Салпагарова обращается к населению с просьбой поверить в то, что это действительно страшно. Перед нашими глазами мелькает человеческая жизнь. Организм по-разному реагирует на вирус. Еще более опасными считаются последствия перенесенной болезни. На сегодняшний день в стране для граждан старше 18 лет применяется пять зарегистрированных препаратов. В составе этих вакцин нет живых коронавирусов. Поэтому они не опасны в плане заражения или распространения инфекций среди окружающих. Вакцинацию проводят все поликлиники и амбулатории. Прежде чем сделать прививку, пациента осматривает доктор. На сегодняшний день мое личное глубокое убеждение, что вакцинироваться надо. И не только вакцинироваться, но и не забывать о том, что через шесть месяцев после первой вакцинации нужно обязательно выполнить ревакцинацию. На сегодняшний день в нашей стране доступны несколько видов вакцин. Такого нет ни в одной стране мира. На сегодняшний день мы в этом отношении находимся в самом благоприятном положении, что вакцины есть, их достаточно, они бесплатны. Созданы огромное количество пунктов вакцинации, куда любой человек может пойти в удобное для себя время и получить эту вакцину. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 28 364 человека. Из них 24 639 выздоровели, 914 госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами снег, туман и гололёд. Ночью местами сильный. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3-8, а в горах до 14 градусов мороза, днём до 5 тепла и местами до минус 5. В Черкесске без существенных осадков. Ночью и утром туман, гололёд. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, а днём 2-4 градусов выше нуля. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В период пандемии и локдауна Почта России продолжает работать и оказывает услуги жителям республики. Директор управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии Ахмат Лайпанов посетил районы Почтампы и осмотрел оснащение и выполнение почтовых услуг. В одной из рабочих поездок руководителя Почта побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. В период пандемии управление почтовой связи продолжает функционировать, оказывая свои услуги гражданам. Директор управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии Ахмат Лайпанов посещает почтовые отделения как в городах, так и в районах, осматривает оснащенность помещений всеми необходимыми средствами защиты. В этот сложный период нам необходимо быть внимательными и стараться оказывать почтовые услуги качественно. Почтальоны делают очень такую важную задачу доставка корреспонденции, доставка маркетплей, есть у нас такая услуга, они доставляют прайс-листы клиентам. И в прайс-листах есть перечень продуктов, перечень наименований товаров, которые могли бы они купить. В помещении почты Станицы Красногорска недавно сделали хороший ремонт. Директор управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии Ахмат Лайпанов осмотрел, как получают посылки и корреспонденцию, а также оснащенность всеми необходимыми средствами защиты. Помимо этого он пообщался с почтальонами и отметил, что сегодня в отделении почты можно получить спектр необходимых услуг. В частности, для отдаленных населенных пунктов здесь можно закупиться необходимыми продуктами. Я бы хотел еще раз сказать те услуги, которые в отделении связи можно получить кредит, оплатить свой кредит, получить в электронном виде свои письма, свои посылки. В период пандемии мы часто оказываем почтовые услуги на дому, отмечает начальник почты Станицы Красногорска Оксана Кольцова. Наша задача, чтобы жители Станицы вовремя получали свою корреспонденцию, не выходя из дома. Мы все полностью вакцинированы, и я, и мои почтальоны. Мы обрабатываем отделение каждые два часа. После того, как клиент отойдет, обрабатываем сразу поверхность барьера. Оказываем практически все услуги, даже те, которые раньше оказывали, только городские отделения. Мы принимаем ЕМС, и отправление первого класса. Как видите, у нас большой выбор товара. И брендовый, и продукты питания, и бытовая химия, газеты, открытки, посуда. Весь товар представлен. Также Ахмат Лайпанов осмотрел отделение почтовой связи в селе «Важное». Помещение также оснащено всеми необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции и специальной разметкой. В завершение рабочей поездки Ахмат Лайпанов дал положительную оценку работы почтамтов. Алихан Ипшоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район. Сегодня в Международном колледже Полиглот прошла встреча студентов с ветеранами МВД, приурочена ко дню сотрудника органов внутренних дел. Гости рассказали об особенностях работы в полиции, поделились интересными моментами служебной деятельности. Подробнее расскажет Мураджин Кёсов. На встречу пригласили заместителя министра внутренних дел республики Александра Середу и председателя Совета ветеранов МВД Юрия Тимрезова. Два полковника полиции в отставке Сергей Заикин и Игорь Дедименко сегодня работают преподавателями в колледже Полиглот, где обучают студентов особенностям юридических профессий. В ходе беседы ветераны рассказали об особенностях работы в органах внутренних дел, поделились деталями ярких моментов служебной деятельности. Мы объясняем специфику нашей работы, разъясняем определенные правила поведения в обществе, структуру законодательства, понимание, что такое общественный порядок, общественная безопасность. Ну и, соответственно, ставим лучшие примеры из жизни наших сотрудников, показывая их работу, их отношение к жизни, к окружающим. По мнению ветеранов, такие встречи необходимы, поскольку патриотизм, чувство любви к родине, желание ее защищать, не возникает сами по себе. Молодежь нужно направлять, рассказывать им о примерах доблести и героизма, проявленные полицейскими при исполнении служебного долга. Мне было очень приятно выступить перед ними, рассказать о становлении органов внутренних дел. Дети очень внимательно, очень хорошо слушали. Из первых уст услышать то значение воспитания в нынешней жизни, как воспитан человек, уважением к родине, уважением к истории, чтобы они знали и уважали нашу великую Россию, нашу малую родину, Карачаево-Черкесию. На мероприятии наградили знаком почетным ветеранам ВТП Карачаева-Черкесии полковника полиции Игоря Дедименко. Подобные встречи с ветеранами Министерства внутренних дел способствуют не только улучшению духовно-нравственного воспитания учащихся, но и поддержанию престижа профессии полицейского среди молодежи. Сама я не понаслышке знакома с данной профессией, так как мои родители являются сотрудниками полиции. Ты сама себя видишь в этой профессии? Думаю, да. Диалог поколений закончился на приятной ноте. Студенты колледжа вручили ветеранам поделки и цветы, а те, в свою очередь, расписались в книге почетных гостей. Мурат Сентьюзов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. В этом году в Волгограде одна из новых улиц была названа в честь нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, героя России Абдула Ижаева. Заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациями и печати республики Ислам Хубиев тогда возглавил нашу делегацию. В Волгограде представители Карачаева-Черкесии встретились с руководствами и жителями города, выразили им благодарность и вручили почетные грамоты. Ислам Хубиев отметил и усилия наших земляков, проживающих в Волгограде по вековечению памяти героев. Улица будет носить имя Абдула Ижаева не случайно. Участник битвы под Сталинградом он получил там тяжелое ранение. Наименование улицы в честь нашего земляка это яркое событие для нашей республики, для нашего народа, для рода Ижаевых. Это действительно большая радость. Больше всего радует то, что обратили внимание на героя. И это как бы трогает. И, конечно же, это нужно. Это нужно для того, чтобы наше подрастающее поколение знали своих героев. Такая была среда в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас новые серии исторической драмы «Седьмая симфония». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова